Немного посылок от Китая. Я рад, что вот эти вот наклейки на нос мне пришли с первого раза. Потому что это проблема была, помню, когда я заказывал у него, у этого же продавца, четыре раза подряд. До этого много-много лет назад. В общем, тут я не помню, 100 штук, что ли, или 50, или 200. Но штука весьма полезная, так как я ночью задыхаюсь, без этого мне просто очень тяжело спать. Кислорода не хватает, вот помогает. Это вот именно поездка в Китай для меня очень много чего интересного принесла. В общем, рекомендую, у кого нос переломанный, либо гайморит, либо еще что-то. Конечно, они одноразовые. И вот здесь у нас немножко посылок тоже. Получается, у нас в районе пяти посылок где-то здесь ножичек. Вот он. У меня уже было их много-много разных. И вот подобный ножичек у меня уже в прошлых обзорах был. Заказался новее. Потому что тут уже состояние не айс. Плюс тут идут лезвия запасные. Штука весьма полезная. Многими, много, короче, что я ремонтирую, где вот это вот полотно, очень тонкое и очень острое, просто спасает. Вот для того, что где-то что-то отрезать, где-то что-то вскрыть, где-то что-то зачистить или обрезать дорожки, либо придержать даже SMD-компонент. Все этим ножом. Весьма универсальная штука, поэтому рекомендую. Да и цена, в принципе, за столько времени, она не сильно изменилась в большую сторону. То, что он якобы металлический, на это сильно не обращайте внимания. Но штука весьма классная. Самое классное, это не потерейте колпачок. Если что, он может вот сюда одеваться. Я обычно в сторонку убираю. Так. Так, понятно. Так, дальше. О, транзисторы пришли. На испытательные всякие нагрузки я взял с транзисторов еще 5 ток, потому что те почти все у меня закончились. Пришли достаточно быстро. И шматье. Очень ножик острый. Поэтому аккуратно стараюсь скрыть. 5хл это мой размер. Да, цветовая гамма, конечно, немножко не та, которая на фотографии. Но это дешевле, чем покупать подобное у нас. Так, материал такой скользкий. Так, через голову все это дело одевается. Короче, летний вариант. Все легенько. Все легенько, свободненько. Короче, с рукавами. Весьма прикольно. Короче, взялся вот такого дизайна. Если что, ссылка будет под видео. Рассказывать об этом не буду. Ну, материал неплохой. Стоимость что-то в районе 800-900 рублей. У нас они стоят подороже. Тем более подобного качества. Мне пришла, я уже не стал ее показывать в прошлом, тоже. Я не знаю, как она называется. Худи, боди, как они вообще их называют, мне без разницы. Для меня это все кофты. Вот. Та же самая, которую я приобретал года три назад. То есть, которая у меня сгорела. В общем, я взял такую же, потому что она удобная. Я к ней уже привык и всегда приятно ощущать на себе вещь, которая тебе понравилась. И если ты еще купил такую же, да, которая один в один такая же, как была. То есть, у тебя дискомфорт в груди где-то меньше. Насчет того, что с тобой что-то произошло такое серьезное. В общем, вот такая вот клевая штуковая. Достаточно бюджетная. И смотрю на то, что у меня сорокет. Я считаю, нормально. В общем, вот как-то так. Так. Продолжение следует...